Житие святого благоверного князя Александра Невского Святый благоверный великий князь Александр Ярославич родился в 1219 году, 30 мая в городе Перерославле. Отец Александра Ярославича, великий князь Ярослав Всеволодович, по отзывам у его современников, был кроткий, милостивый, благочестивый, всеми любимый князь. Мать благоверного Александра, благоверная княгиня Феодосия, своим благочестием и подвижничеством еще при жизни своей приобрела от современников имя святой княгини. Под назором благочестивых, нежно любивших его родителей и проходили детские годы жизни благоверного князя Александра. По тогдашнему обычаю его рано начали учить, и так как при воспитании больше всего заботились только о развитии в душе ребенка страха Божия и благочестия, то и учили благоверного князя прежде всего священным книгам, Евангелию, Псалтире, любимой во Святой Руси священной книги, в мудрых словах которой наши благочестивые князья искали и находили себе утешение в самые тяжелые минуты своей жизни, когда им ни от кого, кроме Господа, нельзя было ожидать ни помощи, ни утешения. Господь из детских дней готовил в благоверном князе Александре светильник, горящий верою и добродетелями. По свидетельству древнего описателя жизни благоверного князя, никогда он не предавался детским забавам и развлечениям. Любимым его занятием было чтение священных книг, любимым отдыхом – пламенная молитва ко Господу, пример которой он постоянно наблюдал в лице своей благочестивой матери, пением церковных песнопений услаждал он свою душу, постом и воздержанием укреплял и развивал свои телесные силы. Наряду с книжным обучением в княжеской древнерусской семье много внимания обращалось на воспитание физическое, на развитие силы и ловкости, умение владеть мечом и копьем, ездить на коне и тому подобное, так как князь должен был быть опытным не только в подвигах духовных, но и в подвигах ратных, должен быть не только воином Христовым, но и воином земным, уметь защитить святую церковь и силою слова, и, когда требовалось, силою меча. И благоверный князь Александр, непобедимый витязь, как называли его современники, в совершенстве усвоил эту сторону княжеского воспитания и для своих соратников был не только руководителем, но и образцом ратной доблести. Рано начинали подготовлять юных князей в предстоящей им правительственной деятельности. И здесь для благоверного Александра высоким примером образцов для подражания мог служить его знаменитый отец. Этот, по отзыву современников, страдалец за русскую землю, положивший душу свою за веренную ему Богом в управление страну. Но недолго благоверному князю Александру пришлось жить под родительским кровом, и попечением. Очень рано пришлось ему вступить в самостоятельный жизненный путь. Богатый в то время великий Новгород, владевший почти всем теперешним севером Руси, вольный город, сам предписавший себе законы и порядки, сам выбиравший себе князей и удалявший их, предложил княжеский стол отцу благоверного князя Александру Ярославу. Ярослав Севолодович принял это предложение, но он не мог примириться с тем подчиненным положением, в каком находился князь у новгородцев. По примеру некоторых из своих предшественников он стремился усилить значение княжеской власти в Новгороде, устранить беспорядки в жизни этого вольного города и этим скоро вызвал против себя недовольство новгородцев. В 1228 году, разгневавшись на новгородцев, на их непокорность, Ярослав Севолодович удалился в свой переослабль, оставил в Новгороде на попечении доверенных своих бояр двух малолетних своих сыновей, Феодора и Александра. 5 июня 1233 года, это спустя пять лет, совершенно неожиданно скончался старший из княжечей, в то время как шли приготовления к его свадьбе, и благоверный князь Александр остался одиноким в чужом для него городе. Нелегко было его положение здесь. С одной стороны, свободолепивые новгородцы хотели, чтобы молодой князь не выходил из под их воли, послушно исполнял их желания, считался с их вольностями и обычаями, с другой стороны, твердый в своих стремлениях Ярослав Севолодович требовал от сына идти той же дорогою, какой ушел он, заботиться о возвышении в Новгороде княжеской власти, не считаясь вспышками недовольства этим новгородцев. Сколько от юного князя требовалось твердости воли и осторожности, и в то же время умение обращаться с людьми, снисходительно относиться к их взглядам и привычкам, чтобы, выполняя план отца, привлечь к себе доверие и любовь новгородцев, не хотевших поступиться чем-либо из своих вольностей. Он жил здесь как бы между двух огней, всегда на стороже, успешно обходя все трудности. Им доволен был отец, его полюбили новгородцы, называли его наш князь, и гордились тем, что у них княжит Александр, которого каждая русская область хотела бы видеть своим князем. И ни одним умом, мудрым управлением привлекал к себе умы и сердца новгородцев благоверный князь Александр, привлекали их к святому князю и его редкие душевные качества. А также, наряду с духовной красотой, необычайная красота телесная, которая поражала всех, кто хоть раз видел благоверного князя. О том неотразимом впечатлении, которое производил благоверный князь Александр своей внешностью, в древнем его житии сохранилось следующее известие. В Новгород прибыл один из немецких рыцарей по имени Андриаш. Пораженный дивной красотою благоверного князя Александра, он, по возвращении на родину, в следующих словах передавал своим соотечественникам свои впечатления. «Я прошел многие страны, видел много людей, но ни среди царей, ни среди князей я не встретил ни одного, который мог бы сравниться с князем Александром». Такое же впечатление произвел величественный образ благоверного князя Александра Инострашного, завоевателя Руси Батыя. Что же касается русских людей, современников святого Александра, то они, описывая внешний вид своего князя, подобно немецкому рыцарю, не могли подыскать сравнений из современной жизни. По кротости они сравнивали благоверного князя с патриархом Иосифом, которого фараон поставил начальником над всей египетской страною. По силе с ветхозаветным судьею Самсоном, по уму с царем Соломоном, по мужеству и военным доблестям с древним римским императором Веспасианом. Когда благоверный князь говорил с народом или отдавал приказания своим воинам, то, – замечает современник, – описатель жития князя, его голос звучал, как труба, но еще больше привлекал к себе благоверный князь своей духовной красотой, которая современником его оказалась такой же необычайной, как и красота телесная. Он был в милостив паче меры, – заметил летописец. Милосердие представляло собой отличительную наследственную черту в княжеской семье благоверного князя Александра. Ею отличались его родители Ярослава и Феодосия. Ею стяжал в себе общую любовь для благоверного Александра великий князь Владимирский Юрий Всеволодович. Ее заповедал предок святого Александра великий князь Киевский Владимир Всеволодович в намах и великий древнерусский милостивец, привлекавший к себе всех своей щедростью и готовностью помочь каждому нуждающемуся. События новгородские, при которых проходила юность благоверного князя Александра, особенно должны были содействовать развитию в святом князе этой унаследованной им от предков черты. Богатый, торговый город, вследствие не вполне благоприятных почвенных условий для земледелия, нередко страдал от недорода и бескребия. В такое время цена на хлеб страшно поднималась, и бедному люду иной раз угрожала голодная смерть. Подобное несчастье и произошло в первые годы жизни благоверного князя Александра в Новгороде. В 1230 году вследствие раннего мороза в Новгородской области погибли все озимовые пассивы. Подвоза хлеба не было, так как и в других местах Руси был недород хлеба. Незначительную помощь новгородцы могли получить от западных своих соседей немецких купцов, с которыми Новгород вел широкую торговлю, но того, что могли доставить иностранные купцы, было слишком мало. За недостатком хлеба начали есть мох, липовую сосновую кору, желуди, потом принялись за конину, собак и кошек. Но и этой пищи не хватало. Множество непогребенных трупов людей, умерших от голода, валялось по улицам. Некому было позаботиться о их погребении. Каждый жил под страхом такой же ужасной смерти. Голод, казалось, завлушил в сердцах людей все человеческие чувства. Брат брату, отец сыну, мать дочери отказывали в куске хлеба. Родители продавали детей в рабство, только бы добыть себе этот несчастный кусок. Наконец, обезумев от голода и отчаяния, начали есть человеческие трупы, а некоторые доходили до такого неистовства, что нападали на живых людей, убивали их и поедали. Дороги и улицы опустили. Каждый боялся выходить или выезжать из дома. Никакие казни не останавливали пойманных и уличенных. Голод пересиливал страх наказания и смерти. Всякий гражданский порядок приходил в разрушение. Начались грабежи, поджоги жилищ с целью отыскать какой-нибудь запасы хлеба. Началась братоубийственная резня. Благоверный князь Александр, тогда почти еще ребенок, переживал вместе с новгородцем и все эти ужасы. И нужно представить, как они повлияли на его впечатлительную детскую душу. Но это несчастье не было единственным. Ни один раз повторялись в меньшей лишь степени такие же бедствия и поздние, напоминая о собою пережитое. Они вселяли страх и за будущее. Благоверным князе эти несчастья бедного людо вызывали к нему особую жалость. По свидетельству древнего жизнеописания, Александр Ярославич был истинным другом всех нуждающихся и обездоленных. Отец вдовиц и сирот, питателем нищих и убогих. Памятуя заповедь Спасителя, не собирать себе сокровищ на земле, он щедро отделял нуждающихся, и из княжеского дома никто не уходил неудовлетворенным своей просьбе. Наряду со страшными бедствиями Божьего наказания благоверному князю Александру, живя в Новгороде, приходилось много наблюдать и бедствий, происходивших от человеческого произвола и несправедливости. Свободный город, когда разживший своей вольностью не всегда и не ко всем был одинаково справедлив и заботлив. В народных собраниях, на которых решались все государственные дела, нередко под влиянием богатых людей проходили такие постановления, которые тяжело отзывались на судьбе людей, бедных и справедливых, взывали с их стороны ропот и недовольство. Особенные не всегда могли найти защиту у людей, обиженные, стоявших у власти, так как обычно эта власть, приводившая в исполнении постановления народных собраний, принадлежала тем же богатым людям и нередко недовольство переходило в открытое возмущение. Враждующие стороны жестоко расправлялись теми, кто казался им главным виновником. На Волховском мосту происходили ужасные зрелища, живых людей сбрасывали в реку, и только голос новгородского святителя, призывавшего забыть вражду и злобу, очистить себя молитвою от братской крови, останавливал эту братоубийственную вражду. Новгородский князь не мог в таких случаях предпринять что-либо для успокоения народа. Он вынужден был оставаться сторонним зрителем происходивших ужасов, так как его вмешательство вместо успокоения могло бы вызвать еще большее раздражение. По новгородским взглядам не дело князя вмешиваться во внутренние новгородские дела. Бывали затем случаи, когда повод к народным волнениям подавали и сами князья, и особенно их бояре и дружинники, не всегда справедливо относившиеся к местному населению. Много заботился благоверный князь Александр о том, чтобы его подчиненные в своих отношениях к населению не подавали никаких поводов к недовольству их жалобам. Мудрые советы давал он своим дружинникам о том, как нужно им пользоваться своей властью. От Бога, говорил он, получили мы власть над людьми Божьими, и в страшный день суда Божия должны будем отдать отчет в пользовании этой властью. Оградив себя страхом Божиим, помня этот день всеобщего воздаяния каждому по делам его, со всею справедливостью производите суды, не смотрите на лица и положения тяжущихся, Будьте одинаково внимательны как к богатому, так и к бедному. Наказывая виновных, не будьте жестоки, соразмеряйте милостью наказание. Ничего не делайте под влиянием гнева, раздражения и зависти. Не забывайте нуждающихся, помогайте всем, творите нещадную милостыню, чтобы и себе заслужить милость Божию. Несомненно, что благоверный князь Александр не ограничивался лишь подобными наставлениями, но помня завет мудрого своего предка Владимира Мономаха, советовавшего князю во все вникать самому, не поручать делать другим того, что сам можешь. И должен сделать, внимательно следить за действиями своих приближенных и благодаря этому почти никогда не нарушать мир и согласие между князем и новгородцами. Ни разу не высказано было со стороны последних упрека князю или его дружинникам. «Князь наш без греха!» – вот отзыв новгородцев о святом Александре. Этот отзыв они повторяли в такие минуты, когда под влиянием недоброжелателей обычное согласие готово было, по-видимому, рушиться, когда, забывая о заслуге князя, виновники раздора готовы были сказать обычные в таких случаях слова «ты, князь, сам по себе, а мы сами по себе, то есть больше нам не нужен, иди куда хочешь». Но ни с одними трудными условиями новгородской жизни приходилось иметь дело благоверному князю Александру. В те годы его юности Господь не спасал великое испытание, и все еще в 1223 году на юге России появился страшный завоеватель, никому до того времени не известный татары. Южно-русские князья потерпели от татар страшное поражение на берегах речки Калки, от которого, по словам современников, на целые двести лет печально стала русская земля. Но победитель, как бы удовольствовавшись этой победою, не продолжал своего наступательного движения, оставил на земле Русь в покое на время. На северо-восток Руси не обратили должного внимания на грядущую беду, не думали о том, что страшный враг может появиться опять. Среди князей шли раздоры, которые еще более ослабляли Русь. И вот, когда через четырнадцать лет после Калкского погрома снова в пределах Руси появились татары, они не встретили на своем опустошительном пути почти никакого отпора. Предводитель татар Батый, переправившись со своими ардами через Каму и Волгу опустошал одно за другим русские княжества. Рязань, Москва и Стольный град, тогдашней северо-восточной Руси Владимир представляли собой одни развалины. Великий князь Юрий Всеволодович попытался было остановить татар, дал им битву на реке Сити, но потерпел поражение и сам погиб в этой несчастной битве. Разорив другие, встретившиеся на их пути города, татары подвигались к Новгороду. Но, замечает современник этих страшных событий, молитвами новгородских святителей, князей и преподобный господь защитил Великий Новгород и новгородского князя. Не дойдя ста верст до Новгорода, татары поворотили на юг, пошли разрушать матерь русских городов Стольный град Киев. Со времени этого нашествия начался в русской истории тяжелый период, известный под именем татарского иго. Великокняжеский престол занял отец благоверного князя Александра Ярослава Всеволодовича. Приехав во Владимир, столицу тогдашней Руси, он нашел здесь лишь развалины и трупы. Началась неутомимая деятельность князя. Очищен был город от трупов, возвращено успокоенно разбежавшееся население, восстановлен порядок. Но полного спокойствия не было, так как никто не знал, что предпримет грозный завоеватель, чем закончит он свой разрушительный набег. Боялись всюду нового нападения хана на Русь и повторения прежних ужасов. Население было так напугано, что, по словам современника, заслышав лишь одно слово татары, каждый бежал, куда придется, не зная, куда бежать. Ярослав Всеволодович, для успокоения народа и для того, чтобы выяснить, какие отношения будут у хана к России, поехал в Орду просить милости у Батыя. Батыя, много трудов, огорчений и унижений пришлось пережить и испытать благоверному князю за это путешествие, чтобы склонить на милость грозного хана. Но Ярослав Всеволодович сумел расположить себе Батыя. Современник летописец сообщает даже, что в татарской орде с честью приняли русского князя и, отпуская его на Русь, передали ему верховную власть над всеми русскими князьями. Русские люди могли теперь несколько успокоиться от пережитых ужасов и от тревожных мыслей о будущем. Правда, татары потребовали от русских поголовной, очень тяжелой дани и беспрекословного исполнения всех их требований, но они не беспокоили их своими набегами, жили вдали от них, оставили неприкосновенными порядок русской государственной жизни, и, что особенно было важно, русскую веру, эту основу гражданского порядка Древней Руси и залог ее будущего возрождения – освобождения от тяжелого иго. Проживая в Новгороде, вдали от татар, благоверный князь Александр Ярославич не принимал ближайшего участия в деятельности своего отцапого становлению порядка в северо-восточной Руси. Да об этом и некогда было ему подумать, одновременно с тем, как северо-восточной Руси грозила гибель от татар, северо-западным русским городам, Великому Новгороду и Пскову угрожал не менее опасный враг – шведы, немцы и литовцы. Пользуясь разгромом Руси татарами, невозможностью со стороны великого князя подать помощь новгородцам и Псковичам. Они усилили свой натиск на пограничные русские города и надеялись без особых усилий подчинить их своей власти. Страшная опасность угрожала русскому северо-западу. Дело шло здесь не только о возможности утратить свою политическую самостоятельность, оказаться оторванными от русской земли, но утратить и веру православную. Западный враг делал дерзкое покушение на эту вековую русскую святыню, которой не тронул даже языческий завоеватель. Уже давно со стороны пап раздавался призыв о необходимости бороться против схихвазматиков силой меча, потоками крови привести их в отчинение папе и католической церкви. Татарский поврон представлялся для этого, по-видимому, очень благоприятным временем. И неудивительно, если призыв к борьбе против православия стал настойчивее раздаваться со стороны высшего представителя католической церкви и внимательнее выслушивался некоторым из его духовных чад. Но в лице благоверного князя Александра Ярославича Господь воздвиг такого могущественного и непобедимого защитника православной веры, против которого ничего не могли сделать католики. Благоверный князь Александр предвидел неизбежность борьбы и подготовлялся к ней. В 1239 году он женился на дочери полоцкого князя Брячеслава, одного из окраинных русских князей, которому еще больше, чем в Новгороду урожали католики. В лице своего тестя Александр Ярославич приобрел таким образом надежного, хотя и не сильного союзника. Венчание князя происходило в Тарапце, брачные пиры в Торжке и Новгороде. И как только окончились брачные торжества, благоверный князь Александр тотчас принялся за важное дело – устройство укреплений на границах новгородско-псковских земель, откуда можно было прежде всего ожидать нападений. На реке Шелони был построен ряд крепостей, но неприятель не дал закончить эти подготовительные работы по укреплению новгородско-псковских границ. Через четыре года после Батыева нашествия началась упорная борьба с западным врагом, не прекращавшаяся в продолжении почти всей жизни благоверного князя Александра Ярославича. Первыми начали борьбу шведы. В то время на шведском престоле был королем Эрих, ближайший родственник короля Биргер. Отважный рыцарь и полководец, прославившийся уже своими смелыми набегами на теперешнюю Финляндию и пограничные с нею новгородские владения, рассчитывал после бездетного Эриха занять шведский престол. Новыми победами он хотел снискать себе народную любовь, и, подстрекаемый папою, начал войну против Руси. С большим отрядом войска, в состав которого входили кроме шведов Норвежцы и Финны, сопровождаемые католическими епископами, Биргер в 1240 году неожиданно для русских появился в устье реки Ижоры и послал в Новгород дерзкий вызов благоверному князю Александру. Я уже в твоей земле опустошаю ее и хочу взять в плен и тебя. Если можешь мне сопротивляться, сопротивляйся. Биргер был убежден в невозможности сопротивления со стороны благоверного князя Александра и заранее уже торжествовал победу. И, действительно, его нападение было неожиданным для новгородцев, застало их неподготовленными к отпору. Жалостно было видеть, замечает современник, что великий князь Ярослав не мог узнать о беде, угрожавшей его сыну, и вовремя помочь ему, и что Александр Ярославич не мог предупредить об опасности отца. Новгородское войско не было собрано. У Александра Ярославича была лишь небольшая дружина, которую он наскоро пополнил новгородцами. Но он не испугался дерзкого вызова врага. Против него он искал защиты и помощи прежде всего у Бога. В новгородском храме Святой Софии при мудрости Божьей с пламенную и слезной молитвой о помощи обратился благоверный князь Господу, прося его рассудить его спор с гордым врагом, не предать достояния своего в руки нечестивых. — Боже праведный, великий, привечный и всемогучий, — молитвенно взывал благоверный князь Александр, — Ты сотворил небо и землю, установил пределы владений народом и повелел жить, не переступая в чужие владения. Малому стаду верных Твоих Ты дал надежду, чтобы не бояться нападающих на них. Призри и ныне, всесчедрый владыка, услышь гордые слова врага этого, похваляющегося разорить святую церковь Твою, истребить веру православную, пролить неповинную кровь христианскую, рассудимый спор с ним, восстань на помощь и защити нас, чтобы не смели сказать враги наши, где их Бог. На Тебя, Господи, уповаем и Тебе воссылаем славу ныне и пресно и во веки веков. С такой же пламенной молитвой обратился затем благоверный князь к заступнице рода христианского, к победительной воеводе Божией Матери и к святым покровителям веры православной и небесным предстателям и молитвенникам за Святую Русь, благоверным князьям Владимиру, Борису и Глебу, а также новгородским святителям и преподобным. По окончании молитвы благоверный князь принял благословение от новгородского владыки Серапиона, велел своим приближенным одарить нищих и попросить у них молитв, а сам вышел к своей дружине, смущавшейся своею малочисленностью, чтобы подкрепить ее на предстоящий подвиг. «Не в силе Бог, а в правде», — такими словами ободрил благоверный вождь своих сподвижников. Затем с этой горстью храбрецов он быстро направился навстречу врагу. И здесь, на берегу реки Невы, знаменательный для Руси день блаженной памяти ее просветителя, благоверного князя Владимира, 15 июля, произошла знаменитая битва, за которую Александр Ярославич получил название Невского. Чтобы подкрепить защитников православной веры предстоявший им подвиг, Господь даровал им чудесные предзнаменования. В войске благоверного князя Александра был один ижуринянин, Пелгусий во святом крещении Филипп, которому Александр Ярославич вручил ночную стражу как опытному воину, хорошо знавшему местность. Среди своих соплеменников, державшихся язычества, христианин Пелгусий отличался благочестивою жизнью. Он проводил время в молитве, трудах и постных подвигах, и Господь удостоил этого благочестивого воина следующего чудесного видения. При восходе солнца Пелгусий услышал со стороны реки шум от приближающегося судна и, думая, что это враг, удвоил свою бдительность. Гребцы покрыты были как бы мглою, скрывавшую их лица. Видно было только два витязя, стоявшие в лодке. Светные лица их и одежды показались как бы знакомыми Пелгусию. И вдруг он услышал голос, подтвердивший его предположения, растеявший все его сомнения, радостью наполнивший его душу. Старший из витязей, обращаясь к младшему, сказал «Брат-хреб, прикажи грести быстрее!» Поспешим на помощь роднику нашему Александру Ярославичу. Это были преподобные страстотерпцы, благоверные князья Борис и Хлеб, которых молитвенно призывал на помощь благоверный князь Александр. Пелгусия поспешила рассказать виденное князю. Ободренный этим чудесным преснаменованием, Александр Ярославич в тот же день напал на врага. Шведы не ожидали нападения, не думали, что противник так близко, не знали его числа и силы. Упорная битва продолжалась с утра до вечера. Одушевляемая своим вождем дружина благоверного князя оказала чудеса храбрости, приводила в изумление врагов. Сам Александр Ярославич был все время во главе сражающихся. Он нанес рану в лицо предводителю шведов. Один из дружинников подрубил шатер Биргера. Другой, увлеченный битвою, взбежал на шведский корабль, продолжая наносить своим мечом страшные удары растерявшимся от неожиданности и страха врагам, разбитые на всех пунктах, потеряв храбрейших из своих товарищей, шведы, несмотря на численный свой перевес над русским войском, не посмели возобновить сражение, остаться до утра на поле битвы. Наполнив две ямы трупами, павших в сражении, захватив с собою на суда более знатных из убитых, они в ту же ночь поспешили удалиться от негостеприимных для них берегов, не вы. Урон со стороны русских был незначительным. Убито было всего двадцать человек, и в том числе один из шести наиболее отличившихся в битве воинов Ратмир, но ни одной храбростью дружины ее вождя была приобретена эта славная Невская победа. Господь, ободривший русских воинов чудесным видением, до начала битвы не спослал свою помощь и во время ее. На другой день участники битвы с удивлением увидели множество неприятельских трупов по другую сторону реки Ежоры. Почти в непроходимом месте, куда не заходил ни один из русских воинов во время сражения, ангелы Божии невидимо помогали горсти защитников святой веры против врагов, хуливших ее. Принеся благодарение Господу за его чудесную помощь и за одержанную победу с великою славою, возвратился благоверный князь Александр в Новгород, восторженно приветствуемый новгородцами. Никогда не забывала святая Русь этого славного подвига святого князя и его дружины, молитвенно вспоминала имена павших в битве воинов и навсегда сохранила за благоверным князем Александром наименование Невского. Долго помнили о своем поражении и враги, но новгородцы, которые особенно должны были дорожить этим подвигом своего князя, по-видимому, скоро о нем забыли. Прошла опасность, и вскоре они рассорились с князем. Александр Ославич Ославич оставил Новгород и ушел в Переяславль. Скоро новгородцам пришлось раскаяться в своем неблагодарном поступке. Услышав о неладах в Новгороде и в отъезде из города святого Александра, ливонские немцы решили воспользоваться этим и напали на Псков. Взяв пограничную Псковскую крепость Изборск, немцы подступили затем к Пскову. Псковичи не могли выдержать осады, тем более, что среди них нашелся один изменник, который тайно впустил немцев в город. Священный град святой Ольги сделался теперь немецким владением, были поставлены немцами наместники в городе. Вслед за усыновлением немецких порядков нужно было ожидать и перемены веры. Немцы решили открыть в Пскове католическую епископию. Но опасность грозила не одному Пскову. Немцы шли и на Новгород. Захватив зимой и новгородскую водскую пятину, они построили здесь крепость Копорье, взяли тесов в тридцати верстах от Новгорода, производили грабежи и убийства, забирали в плен и отправляли пленников в Блевонию. В Новгороде на всех напал страх. Приклатилась торговля, ждали осады города, но отсутствие руководителя и вождя делало то, что к защите города готовились очень плохо. Тогда новгородцы вспомнили о своем знаменитом князе, раскаялись в нанесенной ему святому Александру обиде и решили во что. С этой целью Владимир был отправлен новгородцами к великому князю Ярославу Всеволодовичу посольство, чтобы он отпустил в Новгород от благоверного князя Александра. Ярославль отправил в Новгород войско с сыном своим Андреем. Но новгородцам нужен был не Андрей, а Александр. Они видели, что только он может избавить их от постигшей беды. И потому поспешили отправить к великому князю новое посольство во главе с архиепископом, вторично просить на княжение Александра Ярославича. Милостивый князь не вспомнил нанесенные ему новгородцами обиды, поспешил туда, где так нуждались в нем. С его приездом в Новгород все изменилось. Быстро и успешно подготовлялись к борьбе, к подступавшим к городу врагом. Ко всем вернулась вера в успех и воодушевление на новые подвиги со своим героем князем. Закончил приготовление к войне, Александр Ярославич с новгородскими и низовскими полками направился освобождать Псков. Немцы были изгнаны из Пскова, и псковичи радостно встретили своего избавителя. Но благоверный князь не ограничился лишь изгнанием немцев из Пскова. Нужно было упрочить покой на северо-западе Руси, приучить врага и предупредить возможность его стороны новых нападений. Благоверный князь решил наказать немцев за их нападение и грабежи наступательным движением на их же владение. Подкрепив себя молитвою в храме Святой Троицы перед ракою мощи благоверного своего сродника Псковского князя Всеволода Мстиславича, напутствуемой молитвами и благопожеланиями Псковичей, Александр Ярославич направился со своими полками в Ливонию. Немцы не ожидали такого быстрого нападения и не могли оказать сопротивление. Ливония была опостушена русскими войсками. На обратном пути из Ливонии в Псков благоверный князь остановился на берегу Чудского озера. И здесь 5 апреля 1242 года произошла знаменитая битва с немецкими рыцарями, известная в истории под именем «Ледового побоища». Многочисленное войско рыцарей уверено было в победе. «Пойдем, возьмем в плен русского князя Александра. Славяне должны быть нашими рабами», — хвастриво говорили рыцари. Но, надеясь на помощь Божию и веря в святость и правоту защищаемого им дела, благоверный князь Александр не убоялся этих хвастривых слов. Не смутила его и первая неудача в столкновении с рыцарями. Легкие передовые отряды, посланные благоверному князям следить за движением неприятеля, наткнулись на главные немецкие силы и были разбиты. Часть их попала в плен, другая пробежала к князю с печальным известием о постигшей неудаче. Тогда благоверный князь остановил свои войска на льду Ческого озера возле урочища Воронья камня на Узьмине и здесь начал готовиться к решительной битве. Число его воинов пополнилось свежими силами из новгородцев, но и теперь в сравнении с рыцарским войском оно было слишком мало. Зато эта малочисленность возмещалась воодушевлением воинам и с безбоязненной готовностью положить свои головы за правое дело и за любимого князя. Вождю не нужно было подкреплять радный дух воинов. Все осознавали важность предстоящего события и самоотверженно шли на битву с гордым врагом. О, дорогой и честный наш княже, пришло время, мы все положим за тебя свои головы. Такие воодушевленные возгласы неслись из рядов русских воинов. Рыцари первые начали сражение. Закованные с головы до ног в железные латы двинулись они на русское войско, чтобы раздавить его своей многочисленностью. Но здесь они встретили такой мужественный отпор, что были поражены. Вместо ожидаемого расстройства или даже бегства врага они с ужасом увидели, что ряды русских плотнее смыкались, образуя собой как бы живую стену. Рыцари были смущены и остановились. Тогда благоверный князь Александр, заметив смущение врага, искусно совершил с частью своих полков обходное движение и напался с той стороны, откуда рыцари совершенно не ожидали нападения. Произошла ужасная сеча, страшный шум от ударов мечей по щитам и шлемам от треска ломавшихся копий. Стоны сраженных и утопавших не давали возможности вождем руководить сражением, отдавать приказание войску. Правильного боя не было. Чувствуя свое поражение, рыцари напрягали все свои силы, чтобы только пробиться через окружившие их кольцом русские полки и избежать плена, но это не удалось. Лед на озере покрылся кровью и во многих местах не выдерживал, проваливался, увлекая за собой и бойцов, и их оружие. До позднего вечера продолжалась битва. Потери рыцарей были громадны. Оставшиеся в живых искали спасения в бегстве, но русские настигали их и убивали. На протяжении семи верст озеро покрылось трупами. Много рыцарей было взято в плен, еще более погибло, и от недавно столь грозного и многочисленного ополчения не осталось почти ничего. Торжественно возвращались в Псков победители во главе со своим вождем. Близ коня благоверного князя шло пятьдесят знатнейших рыцарей. Позади русского войска множество простых пленных. Радостно встретили Псковичи своего избавителя. Господь, пособивший кроткому Давиду победить иноплеменников, помог и благоверному князю нашему освободить град Псков от иноязычников и иноплеменников. Всюду раздавался этот радостный возглас. Всюду была общая радость и ликование. Все сознавали, как важна была эта победа, какую услугу оказал благоверный князь окраинному русскому городу, для которого не по силам было защищать свою самостоятельность от нападений многочисленных врагов. Никогда Псковичи не должны были забыть этого подвига, святого князя Александра Ярославича. Они в глазы Псковичи. Если забудете великого князя Александра Ярославича, или отступите от него, или от детей его и от рода его, то уподобитесь евреям, которых Господь освободил из рабства египетского, питал пустыню крастелями, а они его забыли, говорит современник, летописец заканчивая описание этой славной победы. Этими словами он как бы хочет предостеречь Псковичей от поступка их старших братьев, новгородцев, которые так скоро забыли о Невской победе и обнаружили не только свою неблагодарность, но и неумение понять и оценить подвиг своего знаменитого князя. Торжественно отпраздновав освобождение Пскова, благоверный князь Александр Ярославич со своими полками поспешил в Новгород, где его встретили не с меньшим восторгом и радостью, как и в Пскове. Долго помнили в обоих русских окраинных городах о славной победе на Чудском озере, и еще до конца шестнадцатого века не переставали молитвенно вспоминать имена воинов, павших в этой битве. Далеко разнеслась слава победителя. На берегах Варяжского, Черного и Каспийского морей в Риме и в далекой Азии, замечает современник биограф благоверного князя, передавали о славных победах Александра Ярославича. В то время на Руси, как на Руси торжественно праздновали победу, в Ливонии весть о разгроме рыцарского ополчения быстро разнеслась и навела на всех ужас. Немцы со дня на день ожидали, что благоверный князь Александр не замедлится своими полками явиться в столицу Ливонии – Ригу, и не надеялись своими силами отразить нападение русского князя, защитить свою новую столицу. Магистр, начальник немецкого ордена, поспешил отправить посольство к датскому королю и просил им его помощи против новгородского князя. Но благоверный князь Александр вовсе не думал и не хотел завоеваний. Окончив свое славное дело, освободив Новгород и Псков от угрожавшей им беды, он уехал в свой переославль. Тогда немцы, услыхав об отъезде из Новгорода, князя, поспешили прислать туда своих послов и просили о заключении мира и о размене пленниками. Они отказывались от всех своих завоеваний, готовы были уступить новгородцам часть своих пограничных в новгородской земле владений, только бы склонить новгородцев к миру. И мир был заключен на всей новгородской воле, то есть на тех условиях, которые предложили сами новгородцы. Так закончилась борьба со шведами и немцами. Для русских Невская и Чудская победы имели огромное значение. Теперь не страшна была угроза иноземцев завладеть окраинными русскими городами, подчинить их своей власти и принудить русских людей переменить на католическую и святую православную веру. Сам Бог рассудил вековой спор, охранил наше Отечество от козни Латинян. Указал пределы распространению немецкого владычества. Мощной рукою своего угодника, благоверного князя Александра, грозно предостерег не вторгаться в чужие пределы и не посягать на русскую святыню православную веру. Великую услугу оказал святой Руси ее защитник, благоверный, непобедимый, как назвали его современники князь Александр Ярославич. И никогда святая Русь не забывала и не забудет этого великого земного подвига его. Два сильных западных врага были побеждены и не казалось уже столь грозными, как это было раньше. Но появился новый, правда не столь опасный, но более свирепый враг – литовцы, от опустошительных набегов которых страдали юго-западные границы новгородских и псковских владений. По восточному побережью Балтийского моря на равнине между устьями рек Вислы и Двины , уже несколько веков жила близкая нам и по происхождению по языку литовское племя. Бедное и неразвитое умственно – оно на первых порах столкновений своих с славянами должно было признать их превосходство, подчинилось окраинным русским князьям и платило им дань. Литовцы в это время были разделены на отдельные племена, рождавшие нередко одно с другим и не имевшие государственного устройства и порядка. Но в начале XIII века, под влиянием постоянных нападений рыцарей немецкого ордена, разрозненные дотоле литовские племена начали объединяться. Среди литовцев появились воинственные князья, приобретавшие все большую власть и влияние в стране. Литовские князья сначала боролись в союзе с русскими князьями против общего их врага немцев, но затем стали нападать и на своих союзников. Небольшими отрядами на своих выносливых и быстрых конях они делали набеги на русские пограничные волости, производили опустошения и убийства. Население окраинных новгородских и псковских городов и сел жило под постоянным страхом неожиданных литовских нападений. А так как новгородцы и псковичи, занятые преимущественно борьбой с немцами и шведами, держали у себя главным образом тяжело вооруженные войска и очень мало легкого подвижного войска стрелков, то и не могли оборонять пограничные с Литвой владения. Защитниками здесь явился благоверный князь Александр. Летом, в достопамятный год ледового побоища, получены были в Новгороде известия о хищнических набегах литовцев. И тогда же благоверный князь начал с ними борьбу. За один поход ему удалось рассеять до семи неприятельских отрядов, действующих отдельно друг от друга в разных местностях. Много предводителей литовских отрядов было избито полками благоверного князя или взято в плен. Теперь литовцы начали, как говорит современник этих событий, летописец. Бояться имени князя Александра они не хотели прекратить своих хищнических набегов. В 1245 году они опустошили окрестности Торжка и Бежицка и с захваченную добычей пленниками собирались уже возвратиться на родину, но под стенами торопца были настилнуты соединенными силами новоторжцев, тверичей и дмитровцев. И, потерпев поражение в открытом поле, засели в торопце. Тогда на защиту древнего торопца удела князя Мстислава Мстиславовича Удалова поспешил благоверный князь Александр своей небольшой дружиною и новгородцами. В первый же день осады торопец был взят войсками благоверного князя. Литовцы бросились бежать из города, но были настигнуты дружиной Александра Ярославича и дорого расплатились за свои набеги. Восемь предводителей их пало в битве, оставшиеся в живых, побросав награбленную добычу, спаслись бегством. Но благоверный князь Александр Мстиславович не ограничился этой победою. Чтобы проучить дерзкого врага и обезопасить русские границы от дальнейших литовских набегов и опустошений, он, несмотря на нежелание новгородцев сопровождать его в дальнейший поход, с одной своей маленькой дружиной погнался за врагами. Возле озера Жистца он настиг беглецов и истребил их всех до последнего человека. Затем направился в Витебск, где княжил тесть его Вячеслав, и после непродолжительного отдыха снова двинулся на литовцев, уже в их владения, разбил новое их ополчение в лесу света и навел такой страх на врагов, что они долгое время не осмеливались нападать на русские владения. Так доблестно охранял свой северо-западный удел благоверный князь Александр Ярославич. Своею необыкновенную храбростью и воинскими дарованиями он сумел даже в такое тяжелое для древней Руси время, как первые годы татарского иго, не только защитить древнерусские северо-западные области, но и совершенно обезопасить их, в то же время доказать западному врагу, что и сраженная татарами Русь в состоянии защитить свою самостоятельность и свою веру. Ни в одной только Новгородско-Псковской земле радовались победами благоверного князя. Весть о них разносилась по всей тогдашней Руси, ободряла русских людей в один из тяжелых испытаний. Взоры всех останавливались на князя-герое, вселявшем надежду на лучшее будущее. Северо-западная Русь, томившаяся под властью татар, не менее Новгорода хотела видеть у себя на великокняжеском престоле благоверного князя Александра и способна было лучше новгородцев оценить его деятельность. События 1246 года прекратили на время деятельность благоверного князя Александра на северо-западе Руси. Отозвали его на северо-восток. В этом году мученический скончался в Орде отец благоверного князя Александра, великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович. По древнерусскому порядку право на великокняжеский престол принадлежало брату покойного князя Святославу Всеволодовичу. Но теперь верховная власть и право раздавать княжеские столы принадлежали уже татарам. И чтобы получить утверждение хана, Святослав должен был лично побывать в Орде. В том же году направились во Орду на поклон хану и племяннике Святослава Андрей и Александр Ярославичи. В князе и его знаменитых победах достиг и до хана. Баты хотел видеть благоверного князя, о котором так много говорили, и потребовал от него немедленно явиться во Орду. «Мне Бог покорил многие народы. Уже ли ты один не хочешь покориться? Если хочешь сберечь свою землю, приходи ко мне на поклон», — велел передать Александру Ярославичу Батый. Нельзя было ослушаться этого приказания грозного властелина, и благоверный князь поспешил отправиться в далекий путь. Неизвестно было, что его там ждало. Его отца приняли там с честью, но этот почетный прием был куплен ценой целого ряда унижений и оскорблений. Князей заставляли проходить через очистительные огни, кланяться к усту, теням умерших ханов и т.п. Не все из русских князей соглашались исполнить эти унизительные для христианина требования и за свою непокорность платили жизнью. Пример русского князя-мученика Михаила Ярославича Черниловского, несомненно, хорошо был известен благоверному князю Александру, но в то же время пример его отца показывал, что и послушание исполнения всех ханских требований не весьма спасали всегда. Ярослава Всеволодовича с почетом принятого в первый приезд его во Орду татары отравили, когда он приехал во второй раз, и благоверный князь Александр решил отказаться исполнить языческие обряды, хотя бы этого отказ стоил ему жизни. Мужественный защитник православной веры, измладо избранный Господом, сосуд благочестия, мог ли он поступить иначе? Напутствованный святыми дарами и благословением архиепископа направился он из Новгорода во Орду. Когда благоверный князь прибыл в Орду и когда перед представлением хану ему велели исполнить обычные у татар обряды, он отказался исполнить это приказание. «Я христианин», — сказал он, — «и мне не подобает кланяться твари. Я поклоняюсь отцу и сыну и святому духу, Богу, единому в Троице славимому, создавшему небо, землю и все, что в них». Спокойный твердый ответ святого князя поразил придворных хана. Но еще более они были удивлены, когда Батый, услышав о нежелании Александра Ярославича исполнить татарские обряды, вместо обычного в таких случаях распоряжения, смерть ослушнику приказал не принуждать более святого и поскорее привести его к нему. «Царь», — обратился к хану благоверный князь, — «преклоняясь перед ним, я кланяюсь к тебе, потому что Бог почтил тебе царством. Но твари я не стану кланяться. Я служу единому Богу. Его чту и ему поклоняюсь». Батый долго любовался прекрасным, мужественным лицом Александра Ярославича и, наконец, обратившись к окружающим его придворным, сказал, «Правду мне говорили о нем. Нет князя ему равного». Так же почетно был принят благоверный князь и ханшею. Батый не был самостоятельным властелином. Он считался лишь наместником великого хана, жившего в Каракуме, в горной окраине азиатской пустыни Гоби, расположенной за Байкалом. Поклонившись ближайшему своему властелину ордынскому хану, русские князья должны были отправиться и на поклон к верховному владыке монголов, в отдаленную его столицу. Этот далекий, крайне трудный путь должен был по приказанию Батыя совершить и благоверный князь Александр Ярославич. Он был милостиво принят повелителем Азии и некоторое время прожил в столице монголов, внимательно изучая характер этих властителей Руси. Только уже в 1250 году Александр Ярославич и его брат Андрей вернулись на Русь. Хан дал Андрею великокняжеский престол, а за Александром Ярославичем оставил Киев и Новгород. Но Киев, матерь русских городов, древнейшая столица Руси, после татарского разгрома представлял собою одни развалины. Население Киевской области разбежалось татар частью на юго-запад, в теперешнюю Галицию, частью на северо-восток, в Владимирскую Русь. Александру Ярославичу здесь нечего было делать. И потом, пробыв несколько времени во Владимире, он вернулся в Великий Новгород. С радостью встретили его новгородцы, но радость эта вскоре омрачена была печалью и тревогой. Благоверный князь, утомленный тяжелым путешествием и тем, что пришлось ему пережить в Орде, опасно за ним мог. С тревожным участием следили новгородцы за ходом болезни своего князя. С утра до вечера храмы были переполнены народом, горячо молившимся о выздоровлении благоверного князя. И Господь не отверг народной молитвы. Благоверный князь оправился от тяжелого недуга. Новгородцы наслаждались теперь миром. Их западные соседи, помня знаменитые победы Александра Ярославича, не смели повторять своих нападений, только норвежцы изредка делали набеги на пограничные новгородские владения. Благоверный князь хотел обезопасить свое дело и от норвежских нападений. Он хотел привлечь норвежцев к союзу с новгородцами. С этой целью норвежскому королю Гакону было отправлено посольство, которому одновременно с этим было поручено предложить королю вступить в родственные связи с Александром Ярославичем, отдать свою дочь Кристину замуж за сына Александра Василия. Предположенный брак не состоялся, но главная цель посольства была достигнута. Норвежский король, в свою очередь, прислал в Новгород послов для заключения договора с новгородцами и с этого времени норвежские набеги прекратились. Вскоре после заключения этого договора Александр Ярославич навсегда уже оставил новгородский княжеский стол. Андрей Ярославич, получивший великое княжение, не имел ни той осторожности, ни правительственной мудрости, которой не отвечался его старший брат. Он мало занимался управлением, большую часть времени проводил в разного рода развлечениях, окружил себя неопытными советниками и не сумел ужиться с татарами. В Орде смотрели на него, как на непокорного князя, и преемник Батыя Сартак решил наказать русского князя. Он отправил против него свое полчища под начальством Неврююя. Андрей Ярославич, как только заслышал о приближении татар, бежал из Владимира сначала в Новгород, а затем, когда новгородцы отказались его принять в Швецию, за неосторожные действия великого князя приходилось расплачиваться населению на защиту его, и явился благоверный князь Александр. Чтобы избавить родину от татарского опустошения, Александр Ярославич направился в Орду и не только успел укротить гнев хана и таким образом остановить начавшееся на Руси кровопролитие, но и получил от хана ярлык на великое княжение. С этого времени и начинается подвижническое служение благоверного князя Родине, все свои силы посвятившего на то, чтобы облегчить тяжесть татарского иго. Александр Ярославич не щадил средств своей княжеской казни, казны на выкуп пленных, которых массами уводили татары в Орду. Заботился он и о том, чтобы оставшиеся в плену не лишены были главного утешения в своем горе, молитвы и богослужения. Вместе с митрополитом Кириллом они выхлопали у хана разрешение на устройство в столице Орды в Сараре русской епархии, но ни одни пленники нуждались в заботах благоверного князя. После Неврюева нашествие Северо-Восточная Русь снова была опустошена, и благоверный князь Александр Кириллом спешил восстановить разрушенные храмы, собрать разбежавшихся людей, помочь им устроиться на разоренных попелищах. Как отец, замечает современник святого князя, заботился он о народе, и благодаря этим заботам в великом княжестве мало-помало устанавливали спокойствие и порядок. Благоверный князь хотел не только успокоить население, но и облегчить его тяжелое положение, ослабить, сколько возможно, самое Ира татарское. Не изменив русского государственного строя, сохранив неприкосновенными святую веру и церковное устройство, татары обложили на это Русь тяжелой данью за это. Они брали все лучшее данные и ценные и в своих требованиях не соображались с тем, в состоянии ли их данники платить налоги в том размере, в каком от них требовали. Татары брали поголовную дань, не различая богатых и бедных, несостоятельных данников, они без всякой жалости забирали в Орду и обращали в рабство. В 1257 году с целью точнее определить доходы, какие можно получить с Руси, татары прислали своих чиновников исчислить всех русских людей. Великий князь хорошо понимал, но как бы ни ни было тяжела эта мера, необходимо подчиниться, чтобы не вызвать сопротивлением еще худшего со стороны татар. Но не все так думали. По настоянию князя во Владимиросуздальской Руси исчисление произошло спокойно, и Александр поспешил в Орду, чтобы склонить на милость хана, довольно послушанием русских людей и их князя. Но в Орде решено было подвести под число и великий Новгород, где особенно сильно была развита ненависть поработителям Руси. Зная о таком возбуждении новгородцев, великий князь тяжелую, озабоченную Думаю возвращался на родину, и его опасения оправдались. Как только в Новгороде услышали о готовящейся переписи, в народе началось брожение, начали устраивать вечевые собрания и постановили скорее умереть, чем подчиниться ханскому требованию. Новгородцы не хотели согласиться на перечисления, и потому что Новгород не был завоеван татарами, и многим казалось, что уже поэтому татары не имеют права распоряжаться над областью Святой Софии, так как хотят. «Умрем за Святую Софию и за домы ангельские, святые обители», — раздавались крики на улицах города, и горожане готовились к восстанию. Александр Ярославич, чтобы предотвратить от Новгорода страшную татарскую месть, поспешил сюда. Он надеялся, что новгородцы послушают его благоразумного совета, но еще до приезда князя в городе начались несогласия. В то время, как Чернь хотела бороться против татар, богатые люди предпочитали уплатить требуемую дань, чтобы не раздражать и татар, и великого князя Александра Ярославича. Александр Ярославич воспользовался этим и своей твердостью, успел склонить новгородцев на перепись. Однако появление татарских чиновников и злоупотребления, которые происходили во время переписи не только от татар, но и от зажиточных новгородцев снова возбудили движение в Новгороде. Сторону волновавшихся принял на этот раз и новгородский князь Василий Александрович, но, боясь отца, он убежал во Псков. Благоверный князь Александр приказал схватить непокорного сына и, лишив его новгородского княжения, отправил в Суздальскую Русь. Были строго наказаны и зачинщики мятежа. А так как и после этих строгих мир новгородцы не хотели успокоиться и согласиться на ханские требования, то благоверный князь Александр вместе с татарами немедленно оставил Новгород, предоставляя самим новгородцам считаться с гневом хана. Отъезд великого князя подействовал сильнее всяких убеждений. Новгородцы смирились, приняли ханских чиновников и таким образом разгром Новгорода татарами был предупрежден. Но прошло с небольшим два года и снова на Руси начались волнения против татарских сборщиков Дани, угрожавшие перейти в открытый мятеж и охватить почти все города Северо-Восточной Руси. Поводом к этим волнениям послужили следующие обстоятельства. Новый хан Берке, ввиду злоупотреблений, какими допускали сборщики Дани, у тайки собранной ими суммы. Передал я сбор на откуп хевинским купцам или бессерменам, которые, естественно, в целях наживы собирали гораздо больше той суммы, какую они уплатили хану и допускали еще большее притеснение население по сравнению с прежними татарскими сборщиками. Народ не вынес этих притеснений и в различных местностях началось возмущение. Но возмущение это дошло до крайности, когда среди сборщиков появился один монах-отступник от православной веры по имени Зосима, который не только притеснял своих соплеменников, но и дерзко оскорблял православную веру. Народ не мог перенести этих оскорблений и в Ярославле убили ненавистного отступника, а вслед за этим начался мятеж и в других русских городах Ростовского и Суздальского княжеств. Прогоняли татарских сборщиков, избивали особенно ненавистных из них. Распространялись слухи, что сам великий князь Александр разослал по городам грамоты бить татар и готовиться стать во главе народного движения. Расправа с ханскими сборщиками должна была вызвать страшное возмездие со стороны татар. Снова нужно было великому князю поспешить в Орду, предотвратить от Руси грядущую беду. Тяжелый подвиг предстоял благоверному князю, но в эту минуту ужасных нестроений в северо-восточной Руси неблагополучно было и на северо-западе, в новгородско-псковских пределах. После Невской битвы и Ледового побоища западные враги не осмеливались нападать на Русь. Убедившись в невозможности победить Невского героя, они решили испробовать другое средство, чтобы подчинить его себе. В 1248 году Папа Иннокентий IV отправил к Александру Ярославичу посольство во главе с двумя учеными-кардиналами Галдом и Емонтом. В грамоте, которую должны были передать русскому князю послы, Папа писал «Мы слышали о тебе, как о князе дивном и честном, и что земля твоя велика, и мы послали к тебе двух наших кардиналов, чтобы ты послушал их учения». Выражая притворную скорбь, что великая земля русского князя не находится в подчинении Римской церкви, Папа убеждал Александра Ярославича подчиниться его власти и позаботиться о проведении к латинской вере своего народа. Убеждая, что только в латинской церкви можно найти спасение и истинную веру, Папа указывал и на те земные выводы, которые доставят князю его подчинение папской власти. В то же время он старался предупредить, что это подчинение нисколько не унизит русского князя. Тем более, добавлял Папа, что мы будем считать тебя наилучшим между католическими государями и всегда с особенным усердием, будем стараться об увеличении твоей славы. Наконец, зная, как дорога для благоверного князя память об его отце, Папа заведомо ложно сообщал в своей грамоте, будто бы еще Ярослав Всеволодович выражал искреннее желание подчинить русскую церковь Папе и что только помешали ему исполнить это намерение. Но все эти ухищрения Папы не имели никакого успеха. На длинное послание Иннокентия Александр Ярославович дал очень краткий и в то же время сильный по своей убедительности ответ. То, что совершилось от создания мира до потопа, и от потопа до разделения языков, и от Авраама до исхода израильтян из Египта, и до перехода Черного моря, и до смерти Давида царя, от начала царствования Соломона и до римского императора Августа, при котором родился Спаситель мира Христос, и до страсти воскресения и вознесения Господа, и до Первого Вселенского Собора и прочих Седми Вселенских Соборов, все это мы хорошо знаем и в вашем учении не нуждаемся и не примем его. Папы не оставили в долгу, они стали поднимать против непокорного русского князя шведов и рыцарей, но и эти новые походы были безуспешны. В 1256 году шведы сделали попытку снова завладеть финским побережьем и в Сонме в союзе с датчанами Емью. Начали строить крепость на реке Норов. Тогда новгородцы отправили к великому князю послов с просьбой о помощи, разослали по своей волости собирать войско, и неприятель, испугавшись этих приготовлений, поспешил уйти за море. Зимою приехал в Новгород благоверный князь и вместе с новгородцами и своими полками пошел на Ем в Финляндию, чтобы устрашить финнов и предупредить возможность дальнейших нападений на новгородские окраины. Путь по незнакомой стране был чрезвычайно трудный. За метелями войско не видела ни дня, ни ночи, но, несмотря на трудности, поход был очень удачный. Русские опустошили землю еми, и неприятель не смел и даже и подумать о сопротивлении. В 1262 году начались враждебные столкновения с немцами. Великий князь готовился к походу на немцев, но мятеж против татар побудил его поспешить в Орду. Русское войско под начальством брата великого князя Ярослава и сына его князя Дмитрия Александровича и на этот раз одержал ряд блестящих побед. Был взят город Юрьев, древний русский город, строение великого князя Ярослава Мудрого, и с большою добычей и множеством пленников войско вернулось в Новгород. Между тем благоверный великий князь Александр благополучно доехал до Орды, и Господь помог ему умилостивить раздраженного хана. Последний не только простил русских за избиение татарских сборщиков, но по ходатайству святаго князя Александра дал ему и новую милость освободил от тяжелой обязанности нести военную службу в татарских полках. Благоверный князь спешил возвратиться на родину с радостной вестью, но этой радостной вести не удалось услышать русским людям из уст самого князя. Это был уже последний подвиг благоверного князя. Утомленный трудностью пути и тревогами, какие пришлось ему испытать, благоверный князь Александр Рославич на обратном пути из Орды в городце опасно занемог. Предчувствуя блаженную свою кончину, он созвал всех спутников и обратился к ним с последнюю прощальную беседою, которая у всех вызвала горькие слезы при мысли о предстоящей утрате. Затем благоверный князь призвал к себе игумена и принял иноческое пострижение, заменив свое княжеское на иноческим Алексей. Приняв святые тайны и простившись с окружавшими его иноками, благоверный князь инок тихо отошел к вечной обители, предал свою чистую душу Господу, которому так пламенно послужил в земной своей жизни. Это было 14 ноября 1263 года. Он скончался в цвете лет, не имея еще сорока пяти лет от роду. Неодолимый в битвах, изнемог он под временем великокняжеского венца, который в то тяжелое для Руси время, был поистине венцом Терновым, требовал постоянного напряжения сил и взамен этого доставлял великому князю лишь огорчение и тревоги. Во Владимире скоро узнали о блаженной кончине великого князя. Раньше, чем пришли из городца нарочитые вестники, Господь чудесно открыл это тогдашнему Владимирскому святителю, митрополиту всей России Кириллу. Когда Владыка, окруженный духовенством, возносил пламенные молитвы о Святой Руси и о великом князе, он удостоился следующего чудесного видения. Он видел, как ангелы Божьей, возносили на небо блаженную душу благоверного князя Александра. Пораженный этим видением, святитель безмолвствовал, а затем, выйдя на Омон, сообщил молящимся горестную весть. «Братья, знайте, что уже зашло солнце земли русской». Когда народ в недоумении выслушал эти слова, святитель, помолчав немного, разъяснил смысл произнесенных им слов. «Ныне представился благоверный великий князь Александр Ярославич. Ужас охватил всех от этой скорбной вести. Храм огласился воплями скорби и отчаяния. Погибаем!» – в один голос повторили молящиеся. Какую глубокую скорбь вызвала кончина благоверного князя, можно судить по тем словам современника святого князя, которыми он начинает описание его кончины. «Горе тебе, бедный человек! Как ты можешь описать кончину своего господина! Как зеницы твои не выпадут из глаз вместе со слезами! Как сердце не разорвется от горькой печали! Отца человек может забыть, но доброго господина не может! Если бы можно было с ним, лечь бы и в гроб!» Такое же чувство испытывали и все очевидцы этого вористного события. Как только во Владимиру услышали о приближении к городу тела благоверного князя, все устремились навстречу. Митрополит Кирилл вместе с духовенством встретил тело почившего князя в Боголюбове. Бесчисленное множество народа, богатые и бедные, взрослые и дети заняли все окрестности. И как только показался гроб, все неудержимо ринулись навстречу. Каждый стремился облабызать раку, в которой находилось тело благоверного князя. Плащ народа покрывал все, не слышно было голоса духовенства и певчих. По словам современника казалось, что от стонов и крика могла потрястись земля. 23 ноября в соборном храме Владимирским митрополитом и священным чином торжественно в присутствии массы народа был совершен чин погребения. Господь не спасла утешение оплатывавшим кончину благоверного князя. Во время совершения погребального чина произошло следующее чудо. Когда эконом митрополита Кирилла Севастьян приблизился к гробу и хотел разнять руку усопшего, чтобы митрополит мог вложить в нее прощальную грамоту, разрешительную молитву, то благоверный князь как бы живой сам простер свою руку, приняв свиток и затем снова сложил свои руки крестообразно на груди. Благоверный ужас объял всех присутствовавших. Все удивлялись и прославляли Господа, показавшему такое чудесное знамение. Благоверный князь взял раку с телом, погребли его в монастырском храме Рождества Пресвятой Богородицы. О происшедшем при погребении чуде по распоряжению митрополита Кирилла было сообщено всем и, таким образом, по всей благочестивой Руси, оплакивавших своего князя-хранителя, положившего жизнь за святую Русь. Вместе с горестной вестью и о преждевременной кончине распространилась и утешительная весть, что в лице благоверного князя Александра Русь приобрела нового молитвенника и заступника пред престолом Всевышнего. Сколько утешения внесла эта весть в скорбные души русских людей, тревожно взиравших на ближайшее будущее. Вся жизнь благоверного князя Александра Ярославича была посвящена служению своему Отечеству. Своей беспримерной храбростью и воинскими доблестями он сохранил свой северо-западный удел от постоянных притязаний и на него западных католических народов. Силою меча и мудростью охранял он Православную Церковь и от нападений латинян и от происков римских пап. Осторожностью и мудрою правительственную деятельностью облегчил он татарское тяжелое иго, дал возможность русским людям спокойнее его переносить, поддержал в них веру в могущество Руси, вселил надежду на лучшие времена. Самих поработителей заставил с уважением относиться к покоренной стране и ее князю. Это великое служение благоверного князя прекрасно определил его современный биограф следующими словами. Он много потрудился за землю русскую, и за Новгород, и за Псков, и за все великое княжение, живот, жизнь свою отдавая, и за православную веру. Но и после своей кончины благоверный князь Александр Ярославич не прекратил своего великого служения русской земле, когда он являлся предстателем и скорым помощником в самые трудные минуты в жизни нашего Отечества. Двести слишком лет после кончины благоверного князя сносила наша Родина тяжелое татарское иго. Много она испытала от татар бед и угрозов, пока под мудрым правлением потомков благоверного князя Александра князей московских окрепла, вступила в борьбу со своими поработителями и не только свергла их иго, но и подчинила своей власти когда-то грозные татарские царства. Через сто двадцать лет после кончины благоверного князя Александра при московском великом князе Дмитрии Ивановиче Донском в первый раз русские одержали победу над татарами на берегах реки Дона. Очень дорого русским стоила эта победа, но она была и драгоценна для них, так как подняла народный дух и вселила уверенность, что время господства татар проходит. И в эту важную историческую минуту на помощь Святой Руси явился ее небесный покровитель благоверный князь Александр Ярославич. Вот что передается в древнем житии благоверного князя о чудесной помощи, оказанной им своему сроднику, великому князю Дмитрию Ивановичу. По обители Пресвятой Богородице во Владимире, где почивали мощи благоверного князя, один богобоязненный инок, проводивший благочестивую подвижническую жизнь. Ночью в притворе церковном со слезами молился Господу об избавлении Руси от полчищ предводителя татар Мамая. Он призывал в своей молитве на помощь великому князю Дмитрию и благоверного князя Александра. В то время своей молитвы он увидел, что перед гробом благоверного князя сами собою загорелись свечи. Затем из алтаря вышли два благолепных старца и, приближившись к гробнице святаго, сказали «Встань, поспеши на помощь сроднику своему благоверному князю Дмитрию Ивановичу». И святой князь Александр тотчас встал и сделался невидим. Пораженный этим чудом, инок безмолвствовал. И только после того, как было узнано, что как раз в это время произошла славная Донская победа, он сообщил о своем видении Владимирскому святителю. По распоряжению владыки тогда же были освидетельствованы мощи благоверного князя, которые и были найдены нетленными. Масса недужных обращалась с молитвою к новоявленному угоднику Божию, и при раке его святых мощей происходило множество исцелений. Знаменитая Донская победа – это одна из самых радостных минут в жизни наших предков тяжелую эпоху татарского иго. Не освободила еще Руси от чужеземной власти. Орда была ослаблена, но и Русь была еще не настолько сильна, чтобы отстоять свою независимость. Татарское владычество продолжалось, только оно уже утратило свой прежний характер. И сами татары увидели, что московские князья создали из разрозненных прежде русских княжеств сильное единое государство, которое не применит использоваться своею силою, а также и теми раздорами и разделениями, которые происходили тогда среди татар и ослабили их прежнее могущество. Прошло сто лет. После Донской победы и правнук Дмитрия Ивановича Донского великий князь Иоанн III без битвы сумел уничтожить татарское иго, освободить Русь от двухвековой власти азиатов. Теперь окончательно уже изменились прежние отношения между русскими и татарами. Русь в княжении благоверного князя Александра Невского, послушная данница татарского хана, теперь начинает свое наступительное движение против татар и постепенно подчиняет их своей власти. Когда-то грозные татарские царства одно за другим входят в состав нашего государства, и лишь в народной памяти сохраняются обрывки воспоминаний о господстве покоренных инородцев над Русью. В этой продолжительной и упорной борьбе с татарами наше Отечество по-прежнему не было оставлено помощью и покровом его небесного защитника, благоверного князя Александра Невского. В 1552 году, отправляясь в поход на завоевание Казанского царства, царь Иоанн Васильевич молился во Владимире перед ракой в мощи благоверного князя Александра, прозывая его на помощь. Как бы в залог своей помощи благоверный князь проявил следующее чудо. Вместе с царем молились и его бояре, и в том числе и будущее писатель чудес благоверного князя. Когда он вместе с другими прикладывался к мощам святого, то вложил в скважину отверстие раки три перста своей больной руки. Ему показалось, что он омочил их в какую-то благовонную мастику, и когда он вынул руку, то от прежней болезни не осталось и следа. Все присутствовавшие при этом чудесном исцелении благовейно прославили благоверного князя Александра, сподобившегося от Господа дара исцеления, и с надеждой на его помощь направились в дальнейший путь. Благополучно окончился Казанский поход. Татарское царство, расположенное вблизи Москвы, и целое столетие, беспокоившее своими набегами пограничные русские области, покорилось Московскому царю. На месте и рядом с татарскими мечетями появились святые церкви, началась проповедь Святого Евангелия в этом Магометанском крае, и предки наши спокойно могли уже смотреть вперед. Вслед за Казанью было присоединено и другое татарское царство Астрахань, и царица русских рек Волга с ее богатствами на всем ее протяжении сделалась теперь русской рекой. Успешно начали распространять русские свою власть на далеком востоке, в Сибири, постепенно подвигаясь к берегам Великого океана. Но на юге, в Крыму, остался еще сильный враг – крымские татары, те, с которыми долго пришлось вести борьбу русскому государству. Союзник московского государя до присоединения к Москве, Казани и Астрахани, крымский хан теперь, видя усиление Руси, начал с нею борьбу, тем более для нас опасную, что его поддерживал верховный защитник ислама, султан турецкий. Во время этой борьбы не переставал наливать и изливать свою помощь небесный покровитель Руси в 1577 году во время нападения на Москву крымского хана Девредгирея во Владимире старец Рождественского монастыря Антони, молитвенник и постник во время своей молитвы пред иконою Богоматери об отвращении от родины страшного ханского нашествия удостоился следующего чудесного видения. В то время, как он скорбел о постивших родину бедствиях, он вдруг увидел двух юношей в светлых одеждах с быстротой молнии на белых конях, приближавшихся к обители. Сойдя с коней, они оставили их у монастырских врат, а сами вошли в церковь. Это были благоверные князья Борис и Глеб. Старец Антони последовал за ними. Как только благоверные князья вошли в храм, открылись царские двери и зажглись свечи. Подойдя к раке благоверного князя Александра, святые Борис и Глеб обратились к нему со следующими словами «Встань, брат наш, великий князь Александр, поспешим на помощь сроднику нашему, благоверному царю Иоанну Васильевичу». Благоверный Александр тотчас встал и вместе с ними вышел из храмов к монастырским воротам. Здесь стояли приготовленные к брани три белых коня, на которых и сели благоверные князья. Отправляясь в путь, они сказали «Пойдем в соборный храм Пречистой Богородицы и позовем с собою сродников наших, благоверных князей Андрея, Всеволода, Георгия и Ярослава». Старец последовал за ними. И здесь, как и в монастырском храме, при входе святых князей открылись царские врата, благоверные князья встали из своих гробниц и через стену градскую чудесно по воздуху направились к Ростову с следующими словами «Пойдем, Ростов, к царевичу Петру, и пусть и он поможет нам. С помощью этих небесных воинов и была одержана победа над Крымским ханом». Так хранил свое отечество от татар благоверный князь Александр Ярославич, вся земная жизнь которого посвящена той же заботе о хранении Святой Руси от грозного завоевателя. Небесный заступник Русского государства, отличившийся при жизни своей великим милосердием, помогавший каждому обездоленному и страждущему, благоверный князь Александр и после своей кончины не приставал изливать своей милости всем нуждавшимся и молитвенно обращавшимся к нему за помощью. При раке святых его мощей болящие получали исцеление, скорбящие и озлобленные, благодатное утешение и помощь. Не все эти чудотворения были записаны, но и та незначительная их часть, которая была описана древними биографами святого князя, ясно показывает, какой обильный источник исцеления и чудес истекало святых мощей благоверного князя Александра, какой драгоценный сосуд милости Божией приобрела святая Русь в своем небесном покровителе и вожде. Неоднократно еще до установления празднования святому Александру, иноке рождественской обители сподоблялись, видите, небесные знамения, предуказывающие святость, богоугодность благоверного князя. Не один раз и они, и обитель, и город Владимир получали небесную помощь о святаго князя. В 1491 году во Владимире произошел страшный пожар, во время которого сгорел и храм, где покоились мощи благоверного князя Александра. Во время этого пожара молящиеся увидели благоверного князя, как бы на коне, поднимавшимся на воздух к небу. И после пожара оказалось, что, несмотря на то, что вся внутренность храма обгорела, мощи благоверного князя остались неповрежденными огнем. В 1541 году, после праздника успения Пресвятой Богородицы, после окончания вечерней перед ракой мощей благоверного князя Александра загорелись сами собой свечи, и многие из братьев и из молящихся с удивлением наблюдали это. Пономарь монастырский по простоте своей не усмотрел здесь чего-либо необычного, подошел и затушил свечи. Затем доложили о случившемся настоятелю, архимандриту Ефросилу, и когда он подошел к гробнице и ощупал одну из свечей, то заметил, что от нее распространяется особая какая-то теплота. Это чудо все поняли, как особенное знамение святости благоверного князя Александра. Монах рождественского монастыря старец Давид сильно и долго болел. Лежа на своей постели и проливая слезы, он молился благоверному князю Александру об исцелении. Вскоре он почувствовал облегчение и усугубил свою молитву. По окончании молитвы он получил полное исцеление от своей болезни. Монах того же монастыря по фамилии Красовцев долгое время был в расслаблении. Его поднесли к раке мощи благоверного князя Александра, и когда он с умилением смотрел на нее, испуская теплые слезы и пропоминая свои грехи, он почувствовал, что в его расслабленные члены вернулась сила и вскоре совершенно выздоровел. Монастырский человек Терентий был поврежден беснованию. Когда его подвели к раке мощей благоверного князя и помолились о нем, он тотчас делался кротким и начал молитвенно благодарить Бога и его угодников за исцеление. Еще больше записано древними биографами исцелений, которые совершились над мирскими людьми различных состояний и возрастов. Один сын, Боярский Семен Забелин, проживавший в Пскове, был настолько болен, что не владел ни руками, ни ногами и совершенно не мог ни есть, ни пить. Имея глубокую веру к благоверному князю Александру, о котором в древнем Пскове всегда сохранялось благоверное воспоминание, он стал просить домашних свести его во Владимир, помолиться перед ракой у мощей благоверного князя и здесь во время молитвы получил исцеление от своей болезни. Другой сын Боярский, Головкин, поражен такой же болезнью, не надеялся на выздоровление и только и думал о смерти. Почти все свои имущества он раздал врачам, но от лечения не получил никакой помощи и пользы. И вот по предстательству благоверного князя Александра при раке его святых мощей он получил от Господа то, чего не могло ему дать врачебное искусство, полное исцеление от своей неизлечимой болезни. Из одного села Владимирского уезда принесена была расслабленная женщина и положена на ступенях близ святых мощей благоверного князя. Во время горячей молитвы к угоднику Божию ему об исцелении она вдруг почувствовала, как святый князь, чудесно явившись к ней, взял ее за руку и воздвигнул от одра болезни. У Владимирского дворянина Максима Никитина был сын от Рокеан немой и расслабленный. Родители с верой к благоверному князю принесли своего несчастного сына в рождественскую обитель и здесь он получил исцеление. Многие по предстательству благоверного князя Александра получили исцеление от слепоты. Так один слепец из города Владимира, Давид Иосифов, в храме во время чтения Евангелия вдруг увидел свет, взволнованный до глубины души, блеснувший надеждой на исцеление, он усугубил свою молитву к угоднику Божию и попросил подвести себя к раке святых его мощей. Когда здесь у святых мощей его окропили святою водою, он совершенно прозрел. Из села Красного Владимирской губернии привезена была женщина, утратившая зрение, и у раки святых мощей благоверного князя получила полное исцеление, как будто никогда не болела. Неоднократно изливалась милость от чудотворных мощей благоверного князя и настрадавших ужасную болезнью, беснование. Вот некоторые случаи из числа записанных древними биографами. Из села Старого был привезен в монастырь бесноватый, который своим страшным видом наводил на всех ужас, произносил ужасные слова, как зверь бросался на людей. Его привезли в монастырь связанного, и во время молебна он получил исцеление. Другой бесноватый не узнавал даже и близких родных, рвал на себе волосы, кусал себе язык. Его тело было покрыто язвами от боев, которые сам же он себе наносил. И по представительству благоверного князя Александра он сподобился получить полное исцеление от своей ужасной болезни. В монастырской деревне Угрюмовой Владимирского уезда христианин Афанасий Никитин подвергся припадками умоиступления, так что не узнавал окружающих, отказывался принимать пищу, совершенно лишился сна. Внезапно, в минуту просветления он начал просить домашних, чтобы они отвели его в рождественскую обитель к мощам благоверного князя Александра. Родные исполнили его желания, и вот на пути в обитель больной почувствовал себя здоровым и, придя в обитель, в сердечном умилении рассказывал всем, как явился ему святой князь Александр и как он указал ему искать исцеление у раки святых его мощей. Столько милостей удостоились получить по вере благочестивому, благоверному князю, болящей и озлобленной душою, и никогда не угасала в наших предках память о благодеяниях угодника Божия и его земных подвигах на славу Отечества нашего. Жизнь благоверного князя Александра Ярославича тотчас же после его кончины сделалась предметом назидательных описаний. Вслед за житие написанным современником благоверного князя появились другие, более подробные жития, которые составлялись в разных местах русской земли. И особенно там, где жил и благодетельствовал святой князь во Владимире и в Новгородско-Псковской области, старались сохранить в назидании потомкам все черты из жизни и деятельности страдаются за русскую землю, этой светлой звезды, озарившей путь жизни наших предков в самую мрачную и тяжелую пору татарского ига. Одновременно с биографами и древнерусские летописцы вносили в свои труды рассказы о жизни благоверного князя и благодаря этому ни об одном из князей северо-восточной Руси не дошло до нас столько сведений и рассказов, как о благоверном князе Александре. Тотчас же, почти после блаженной кончины святого князя, началось и церковное его прославление. Уже самое чудо, происшедшее при его погребении, ясно свидетельствовало всем о его святости, богоугодности. Об этом же свидетельствовали и другие чудеса, изливавшиеся непрестанно, как из неиссякаемого источника, от раки святых его мощей. В 1547 году по желанию царя Иоанна Васильевича в Москве происходил церковный собор под председательством знаменитого митрополита Всероссийского Макария, на котором установлено было Всероссийское празднование русским святым, почитавшимся до того времени местным. На этом соборе был установлен всероссийский праздник в честь благоверного князя Александра Невского, и по распоряжению митрополита составлена была служба на 23 ноября, на день представления благоверного князя и новое, более пространное житие. В начале XVII века в Москве имелся и храм в честь благоверного князя Александра. В 1724 году был установлен и новый праздник, 30 августа, по случаю перенесения мощей благоверного князя из Владимира в Санкт-Петербург. На берегах Невы спустя около 500 лет после кончины святого Александра императором Петром I были одержаны новые блестящие победы над старым врагом России шведами. Здесь в 1703 году было положено начало новой столице русского государства, а в 1717 году и новой русской святыне Александра Невской лавре. Император Петр I желал, чтобы из Владимира перенесены были в Санкт-Петербург мощи благоверного князя. И как только Россия почувствовала себе прочную, в ново завоеванном крае было сделано распоряжение о перенесении мощей. Император сам составил подробный указ о том, как совершить это перенесение и сам внимательно следил за устройством новой обители и храма, где должны были быть положены святые мощи благоверного князя Александра. Но воины со шведами и турками замедлили исполнение этого распоряжения и только уже в 1723 году преступлено было к его исполнению. Торжественно проводил Владимир свою достопамятную святыню, около пяти веков составлявшую драгоценное украшение этого древнего града. С 10 на 11 августа во всех храмах было совершено всеночное бдение, а на утро – божественная литургия. Духоверство города и окрестных монастырей при многочисленном стечении народа отправилось в Рождественский монастырь, и после молебствия рака со святыми мощами на руках священнослужителей была вынесена из храма и проведена за город. 17 августа мощи благоверного князя были с еще большей торжественностью встречены в Москве, а затем церковная процессия направилась через Дверь и Новгород в Санкт-Петербург. Перенесение мощей благоверного князя Александра представляло собой общерусское торжество. Во всех городах и селениях совершались богослужения. Толпы народа на всем пути сопровождались святыню. В Санкт-Петербург предполагалось внести святые мощи 30 августа, в день, который праздновался недавно перед этим заключенный со шведами наш штатский мир. Но дальность пути не дали возможности осуществить точно этот план. И только уже 1 октября святые мощи прибыли в Швисельбург. По распоряжению императора в Санкт-Петербурге. Они были поставлены в тамошние соборные церкви Благовещения и перенесение их в Санкт-Петербург было отложено на 30 августа следующего 1724 года. Встреча святыни в Санкт-Петербурге отличалась особенной торжественностью. Император со свитою прибыл на галеры с кустю реки и жоры. Благовейно поставив святые мощи на галеру, государь приказал своим вельможам взяться за вёсла, а сам, стоя у кормы, управлял рулём. В Петербурге была устроена особая пристань, где остановилась галера со святыми мощами. В сопровождении духовенства и народа знатнейшие вельможи несли раку святых мощей. Колокольный звон и пушечная пальба увеличивали торжественность. Мощи были поставлены в церкви, посвященные благоверному князю. На другой день в Александроневской обители продолжалось торжество. Государь раздавал присутствовавшим план предположенных в монастыре построек и тогда же было установлено навсегда праздновать перенесение мощей 30 августа. Так исполнилось заветное желание царя. Ему не удалось закончить начертанный им план устройства новой обители. Через полгода после этого торжества Петр скончался. Но преемники Петра докончили начатое им. Его дочь императрица Елизавета Петровна устроила великолепную серебряную раку, в которой почивают и ныне святые мощи. Императрица Екатерина II на месте Старого собора повелела построить новый и 30 августа 1790 года произошло освящение нового храма и перенесение в него мощей благоверного князя. И ныне благоверный князь Александр Ярославич хранит Богом порученный ему удел – Отечество наше. И ныне близок и скоропослушлив он всем с верою, призывающим святое его имя, изливает свою милость и предстательствует пред престолом Сидержителя Бога. Ему же прославляющему святые своя честь и слава во веки веков. Аминь. Святые благоверные княжи Александр Невский, моли Бога о нас. Субтитры создавал DimaTorzok